Сотни тысяч квадратных метров площадей, десятки цехов и сотни наименований выпускаемой продукции. Практически все это Леана Киршина знает наизусть. Она возглавила ИСКОЖ пять лет назад, но детали производства узнала задолго до этого. Я росла в семье, где родители работали на ИСКОЖ. ИСКОЖ, он был для меня с самого детства, каждый вечер. Это какие-то производственные оперативки дома. Мама у меня работала обычной вязальщицей, но она была передовицей, обслуживала там две-три зоны на машинах кругловязальных. Папа работал начальником электроцеха. И все равно вечером все темы сводились к ИСКОЖу. Поэтому я росла вместе с ИСКОЖ. Леана Раифовна, честно признается, что встала у руля предприятия не в самые лучшие времена. В 2014 году многие на предприятии задумывались о его банкротстве. Но учредитель решил дать заводу шанс и поставил руководителем человека, который когда-то начинал здесь программистом, а затем работал бухгалтером. На тот момент, потому что у нас кредитный портфель составлял половину годовой выручки. Сейчас кредитный портфель 10% годового оборота. Задачи были сложные, но не знаю, как-то с Божьей помощью, с помощью коллектива. Но мы преодолели, я считаю, те трудные времена. Сейчас достаточно все стабильно. Я не скажу, что легко и просто, потому что мы идем медленно. Но мы по выручке не падаем, по прибыли мы растем. Заслуги Леаны Киршиной были оценены конкурсной комиссией регионального этапа конкурса «Женщина-директор года-2019». Конкуренцию нефтекамки составили 15 руководителей различных организаций со всего региона. Тем не менее, директору из кожи удалось обойти их. Как говорит сама, все дело в постоянном росте обучения. Причем не только собственном, но и всего коллектива предприятия. Так только в этом году переобучение и различные тренинги на заводе прошли более трети сотрудников. Леана Киршина заверяет, что в дальнейшем намерена придерживаться выбранного курса. Лариса Миронова, Зад Довлетшин, информационная программа «Время новостей».